ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы мне предлагаете стать крысой? Вы с ним не школой поговорили. Это что такое? Лучшие ученики нашей школы в вашем распоряжении. Кого-то потерял! Это ответ на моё пиле. Там даже про Полинку написано то, чего она тебе не рассказывала. Я уже молчу о том, что Полина не только с девцом целовалась. Ты что, на проходе встала? Тебе все эти девочки в классе не дадим? Тебя отчислили? Что ты сказал? Крышка от унитаза тебе бы очень даже подошла. Что ты сказал? Ты меня ещё любишь? Да? Ну что, друзья, наша целёта 4 миллиона подписчиков до Нового Года. Не будьте с кивиде туалетами и нажмите на кнопку подписаться прямо сейчас. А если вы хотите увидеть новое видео, давайте под этим видосом соберём более 150 тысяч лайков. Вы просили, мы сделали. Приятного просмотра. Прошло так много времени, а твой поцелуй остался таким же. А я бы никогда не хотела забывать твой поцелуй. Но я думаю, что из нас троих мой поцелуй ему будет самым родным. Слышь ты, чушела, я тебе сейчас твой Face ID быстро обновлю. Ты чё за дерьмо тут пишешь, а? А? Что? Фух, тупой сон. Складывается ощущение, что Малярчуку нравятся мальчики. Недаром он так на дерзкого внимания обращает. Кстати, по поводу внимания. Наташа всё ещё своё держит на том, кого любила в этом классе. Чувства не прошли, и что делать? Что? Фигня какая-то. Интересно, что Малярчук, Степанюк и Осипенко учились в моём классе ещё до того, как многих здесь не было. Обижали даже меня, хоть я и неприметный человек. Смысл было возвращать их в школу? Лучше бы оставались учениками по обмену за границей. Я ничего не успела приготовить, поэтому всё, что найдёшь в холодильнике, всё твоё. Ну да, у тебя же на меня нет времени. А ты не хочешь взять мне комплименты? У тебя свидание с твоим начальником по работе? У меня выходной, поэтому если всё пройдёт как надо, возможно мы с тобой полетим на каникулах в Таиланд. Ты с тайцем на свидание идёшь? Очень смешно. А меня, кстати, со школы выгоняют. Наверное, выгоняют. Ксюша та ещё меркантильная тварюка. Денег со всех гребёт. Мне кажется, она даже с бомжом за двадцатку замутит. Чисто валютная Ксюша. Ксюша меня ударила из-за этой записи, с чего они все решили, что это мой дневник. Где здесь Саша увидел моё имя? Может так вот, Саша? Я так понимаю, ты очень сильно хочешь в Таиланд. Алё, что ты молчишь? Дима. Хоть бы раз сказал, что мама у тебя красивая. Саша, а как ты понял, что это мой дневник был? Какой дневник? Там где гадости про всех написано. Я же тебе уже говорил. Мне этот дневник не интересен. Я не хочу, что меня через. Ты чё, тупой? У нас и так мало времени. Брось телефон. А что у вас происходит? Мы в учительскую завезли. Ну ладно, пока. Я только с Дерзким целовалась. Я не могу поверить, что это был. Интересно. Платон про это говорил? Дерзкий, ты мне скажи, пожалуйста, тебе директор тоже предлагал эту фигню? Ты про что, Димон? Ну, типа, стать директорской. Ну, ты понял. Ты же домой ушёл после его кабинета, да? Не совсем тебя понимаю. Чё? Это что такое, Дерзкий? Тебя отчислили? Чё, старшеклассница, наслаждаешься обновлением доски? Дим, я так понимаю, следующая фотка будет твоя. Я буду по тебе скучать, Дерзкий. Как жаль, что я так и не смог позвать на свидание свою любимую старшеклассницу. Ты чё на проходе встал? Маля, а тебе точно девочки нравятся? Чё сказал? Свалил давай отсюда. Слышь, микромэн, ты не офигел? Лучше не контрись с нами. Понял? А я ещё и не начинал. Этот тип ещё не знает, что такое контриться. Называйте меня термалстроем. Только лучше. Я его заставлю без бабок делать всё, что мне понадобится. Ну а эту фигню? Полюбэ. Этот придурок не весит. И сам же смеётся. Не ссы, Дерзкий, ты не отчислишь. Да, мы хотели его установить, но были заняты другими делами. Ладно, парни. Я пойду лучше домашку напишу. Может, это ему Платон башку в туалете отбил? Как из нормального типа? Можно в это превратиться? Значит, за дневник тебя Саша отчистят? А за то, что вы пробрались в учительскую, нет? Нет, так это не я пробрался, а камера. И к тому же мы для общего дела. Шувак, мы нашли топовую инфу про нашего нового классного руководителя. И чтобы нас перестали выгонять, нам надо начать задобрывать учителей. И поэтому нужно устроить праздник для всех. Сегодня, кстати, подходящий день. А что ты делаешь? А это значит, Полиночка, что свои вещи нужно оставлять под присмотром? Ты это сделала. Димон, лучше не власть в конфликтах. Вспомни про туалет. Блин, только не злись. Можем новый рюкзак тебе купить. Дима, это и есть новый рюкзак. Мне нужен вон. А ты что вообще в школе забыл? Тебя же выгнят должны были из-за этой фигни в коридоре. Так он попрощаться пришел. Так уж и быть. Можешь поцеловать руку напоследок. Слышь, господин, больше ничего целовать не нужно. Что вы тут устроились? Слышь, Маля, если ты не прикрёшь свой базарный аппарат в ближайшее время, я организую тебе встречу, на которой ты будешь пояснять за свой палёный стоник. Понял? Географ сказал, что ничего сделать не может, и решение, которое принял директор, обсуждением не поддаётся. Так смело можно сказать спасибо лоху нашего класса. Если бы не его тупая рыба в шкафу и якобы смешной пранк в коридоре, то географ был бы с нами. А ничего, что твои новые подружки провоцируют всех на драку и делают залёты куда хуже, чем мне приписывают. То есть? Ты не отрицаешь, что ты к этому причастен? Дима не имеет к этому никакого отношения. Это он тебе так сказал? Спасибо тебе, Дима. Ты серьёзно? Нет, глянь, шучу. Если бы ты хоть один год просто учился и никуда не лазил, то вместо нормального учителя нам бы не поставили маньяка печати. Тебя выгонять будут? Наташа, ты чего? Ну, Платона выгнали за драку. Думаешь, Диму не выгонят? А ничего, что ты тоже можешь оказаться на его месте. И чего ты вообще о Платоне думаешь? Ты меня ещё любишь? Да? Чего? Слушай, Дима, что ты сказал? Кого она ещё любит? Да что ты кричишь? Да и так просто неверно. Тебя все эти девочки в классе любят, Дима. Да? Единственный, кому ты тут нужен, это твоя тупая тёлка с прибитым юзаком к потолку. Документы когда забирать будешь? Закрыли все рты! Кто даст домашку списать? Что? Ну что, Димон, когда документы забирать? А зачем ему забирать документы, а? Учини герба. Ну как, вы же сказали, что будете его выгонять. Так как выяснилось, что это проделки вовсе не Дмитрия, а старшеклассников. Это они устроили эту глупую шутку в коридоре в отместку за то, что мы выгнали их товарищей. Правильно, Димский? Ну а Дмитрий? Дмитрий будет продолжать учиться в этой школе, в этом классе. Ещё вопросы есть? Тогда, может, классного руководителя нам вернёте? А вот классного руководителя ученица вам никто не вернёт. Слишком много докладных. И как показал прошлый учебный год, Леопольд Арнольдович с вашим классом не справился. А во-вторых, я своего решения не меняю. Так может, вы тогда Диму за рыбу в шкафу выгоните? Дмитрий, какая ещё ремня? Рашид Ажавдатовна уже разбирается в этом. И Дима не имеет к этому никакого отношения, Алексей Евгеньевич. Ну вот видите, Дмитрий к этому не имеет никакого отношения. Ещё вопросы есть? То есть, Платона вы выгнали за драку, которую спровоцировал Дерзь, а самого Дерзкого и Диму с их вечными залётами оставляете нетронутыми, да? Дерзкий. А что, есть ещё какие-то вещи, о которых я не знаю? Значит, нет. Всё, готовимся к уроку. Слышь, Дерзкий, это ты сколько лет домашку не делал? Это директор дал, сказал учителю. Вот видишь, я тебе говорю, что у него всё днюха. У кого днюха? А то у своего бывшего спросили. Ты дурак? Значит так, пока Дерзкий приходит в себя после психологической травмы, должность лидера класса беру на себя я. Сегодня у нашего, как сказала Наташа, печатного маньяка день рождения. И поэтому я, как лидер класса, объявляю перемирие. Буквально на пару часиков. Потому что мы должны сделать праздничный концерт. Знавать знакомства и дружбы с нашим новым отцом. Короче, отчислять всё смогут в любой момент. Поэтому нам нужно заранее подлизаться к нужным нам людям, чтобы получить иммунитет на отчисление. Да, Димон? Что? Иммунитет на отчисление? А тебя что-то смущает? А может лучше вообще ничего не делать в нашем положении? А не проще было относиться к Леопольду Арнольдовичу с уважением? Ты рядом с нами видишь Арнольдовича? Поздно закрывать двери. Тогда лошадь убежала, Наташа. Слышь, лидер, а не пошёл бы ты со своей идеей к своим братьям-гномам в лес? Ещё одно слово. И футбольные хулиганы будут в школе рассматривать твою панаму. Ты понял? Остальные все за мной. Фактовый зал. На. И не оставляй его в классе без присмотра. Крысы только и ждут. Возможности полакомиться. Вы, конечно, как хотите, но в нашем положении я лучше останусь в классе. Да, Маля? Я, пожалуй, тоже останусь. А я тебе говорила, что всё будет хорошо. Директор всё решил, и всю вину сняли с тебя. Не всё так просто, Полина. Может, тогда расскажешь? Наш разговор на выходных всё ещё в силе? Да, я хочу тебе рассказать всю правду о своей семье. Это единственное, что я о тебе скрывала. Слушай, Полина, это точно единственное? Может, есть ещё что-то? Если было бы ещё что-то, то я бы тебе обязательно сказал один. Я тебе хочу кое-что показать на выходных. Надеюсь, не анатомия своего тела? Что? Да боже, это просто была шутка. Я думал. Маленький ещё думать. А вы точно с нами выступать не будете? Камран, ты уверен, что то, что мы сейчас делаем, это нормально? Наташа, доверься. Мы всё утро были в кабинете нашего нового классного руководителя. И у него в ноутбуке мы нашли очень много проверенной... Ты что, рылся в вещах учителя? Ну, не прям рылся в вещах, а в истории браузера и его любимый сериал про туалеты. А если с тебя сорвут нашивку, как с Платона? Будут меня выгонять со школы. Что ты постоянно об этом Платоне думаешь? А чего же ты так переживаешь? Тебе же всё равно Дима нравится. Ты чё несёшь? Ну, Дима Боимфу с воздуха не брал. Я ему больше доверяю, чем твоим просто словам. И давно ты ему доверять начала, или давно он тебя не обманывал? Из-за твоего Димы снова начинаются проблемы. Из-за твоего Димы Сташа мне пытается надеть на голову крышку из-под унитаза. Ты вообще-то колонка мэн. Закрыли рты все! Это не крышка, а с кипит и туалет. Это значит, что наш печатный маньяк будет рад видеть свой класс, танцующий под его любимый сериал на свой день рождения. Понимаешь? Книги от директора это, конечно, круто. А что может быть круче оригинального подарка, да? Обязательно мне принимать в этом участие. Боюсь, что мой тренер не оценил бы такой жест. Да не спи! Никто не узнает об этом. Дальше этого зала не уйдет. Да что бы мой тазобедренный пострадал? Дерзкий, а ты точно ребятам не хочешь помочь? Я предпочту со стороны наблюдать за вами, с вашего позволения. Так, его не трожьте! У него еще психика не отошла от драки с Платоном. То и значит, Лев Анатольевич, они просто встали и вышли из класса. Мы, конечно, просили их остаться в классе и не нарушать порядки школы. Но они решили устроить забастовку против нового руководителя. А еще старостат унитаз нашего туалета оторвал. Так, а что происходит? Лев Анатольевич, в такой прекрасный день мы решили поздравить вас с днем рождения от всего нашего класса. Пожелать вам, чтобы у вас каждый урок был такой же интересный, как борьба камераменов с туалетом. А жизнь, чтобы звучала так же красиво, как звуки колонкаменов. Что, простите? А сейчас сюрприз! Такого вам точно не покажется в обычном сериале про туалеты. Я еще раз спрашиваю, что это такое? Я же говорю, у него мы решили забастовку устроить и испортить день рождения. А камераменов вообще он весь сентябрь по женским туалетам прятался, чтобы крышки насобирать. До туалетных. Быстро в класс все! А где вы унитаз взяли, а, староста? И объясните, что вы, как староста, почему принимаете во всем этом участие? Я за Соней пошел. А я за Наташей пошла. А я за Сашей. Если что, я просто как все. А что не так? Мы же еще даже не начали. Да я боюсь даже представить, что было бы, если вы начали. Вот что значит сделать подарок. А вы что устроили? Так, я сказал, класс, быстро. А иначе каждый из вас узнает, что такое более серьезное наказание. Понятно? Кстати, дерзкий Дима, Полина, вас тоже не обойдет эта сторона. Я вам сделаю. Вы точно как. Полин, а ты чего не танцуешь? Крышка от унитаза тебе бы очень даже подошла. Да. Молодцы, конечно. Не, я честно думал, что в какой-то момент вы все поймете и остановитесь. Не, ну ладно, Саня, Камран, но вы, Орех, Наташа, Соня, Ромка, нафиг вы вообще на это ведетесь, а? Ну, Саша же сказал. Сань, поздравляю, твое слово для нее авторитет. Лучше идите на уроки. Может, ему твой танец не понравился? Может, ему не понравился? Да что ты тупой? Ну тебя в жопу, Саша. У нас же не отчислят, да? Из всех, кого я знал в этой школе, Дерзкий свое слово держит. А касательно истории с браузером, Саша, мой тебе совет. Для начала разберись, чей это ноутбук, а потом принимай решение. Нателла Павлиновна уже две недели оставляет его в школе. Мосс, включите, пожалуйста, особенно в тех ситуациях, когда идет не все так гладко, как хотелось бы. А это, на, подаришь нашему новому классу, так сказать, задобрите его. А я знал, что Дерзкий не терпел. Вожак не тот, кто идет со стаей. Вожак тот, кто ведет стаю за собой. Ну, видишь, Дима, не все так плохо, как ты думаешь. Мы все рядом. А ты, Сашка, переживал то, что из-за тебя выгнали другого ученика. А сейчас вот это. Блин, реально. Так, Диман, что ты мне за дневник спрашивал? Да забей, уже не столь важный. Дневника больше нет. Понятное дело, что нет, я его уже столько времени не видел. Блин, нужно было его тогда забрать себе. Что-то я тупой какой-то. Слышь, Саш, иди лучше к ней и отнеси. Значит, инициаторами этого безобразия в актовом зале и есть это пара чего? Да, как было, так и рассказал. Интересно. А еще есть что рассказать? Вроде ничего такого не было сегодня. Нет, это же надо такое придумать, а? Крышки от туалета себе на голову одеть. Дурдом в оселке. А вообще, что это такое? Скибиди туалет. Бред какой-то, не знаю. Кстати, спросить хотел. Портрет Камрана на стене, откуда у вас взялся? Это Камралеон. Красиво, да? Веда подарила. То есть, я имею в виду, София Андреевна подарила. А это реально старшеклассники сделали этот прикол в коридоре, из-за которого он меня отчистил? Ну, если ты считаешь себя старшеклассниками, то да. В смысле? Пряму. Я же не буду при всем вашем классе говорить, что Дмитрия, я не отчисляю школы не столько потому, потому что он со мной якобы работает. Ну, может, тогда это вы меня подставили? Что? Да я так. Ты думаешь, что говоришь? Ладно. Я так думаю, что залет с этими крышками от унитаза не такой уж и крупный. Вы же хотели сюрприз учителю сделать, да? Правильно? Значит, я поговорю с Ольбом Анатольевичем. Думаю, что наказание будет минимальное. Да, кстати. А с чего вы это вдруг взяли, что Лев Анатольевич любит смотреть этот сериал про туалет? Это сейчас тренд. Все его смотрят. И вы думаете, что учителя тоже смотрят? Ладно. Иди готовься к урокам. Если будет что-то интересное, приходи поговорим. Сегодня в одной из школ дети решили оригинальным способом поздравить учителя с днем рождения. Используя глупые идеи из интернет-сериала «Скибиди туалет». Насколько сильно деградирует младшее поколение, мы пока не знаем. Но очень интересно было бы пообщаться с автором этой гениальной задумки. Я вам сейчас телефон сломаю. И кто вам сказал, что грыжки от унитаза были использованы? Рома, я пошутил, а что-то заметно было. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Как и говорили ранее, не будьте «Скибиди туалетами» и подпишитесь на наш канал. Давайте под этим видосом соберем более 150 тысяч лайков за сутки, и мы публикуем новое видео. Всем спасибо за просмотр и пока.